Субтитры сделал DimaTorzok Дебаты кандидатам в президенты Ну щас начнём Прошу прощения, только что закончил мобиль Соблим, блин, а ну дреневку я еду, ну чё надо Кстати, давайте вот так Сейчас, о, вижу, их подтягиваются Пока не потянули полностью Смотрите, походу нервов Во время болезни После болезни И всё такое У меня хорошие были подкасты Записки на манжетах с кимоно На моём ресурсе, который называется Буду блог Там в правой колонке Кликать записки на манжетах с кимоно И там где-то есть такой подкаст По стейнерам Да И чтобы не задавали вопросу Михаил Юрьевичу, а как же Во время болезни После болезни там 5-10 Кстати, хочу сказать Это опять же Это говорят Многие А как же так? Вы же там Обливаетесь Варёй холодный Пыр-пыр Восемь дыр там Как же заболеть-то? Блин, ну вирусня Ну чё, от вируса Никто не застрахован Причём, чем более Человек Крепкий Тем он Иногда даже тяжелее Переносит вирусное заболевание Но Зато прямо Флэш-образно Вспышка Пам И всё там Вот я тоже У меня сколько? Я болел Сильно один день И Потом ещё немножко Хе-хе Вот остались следовые явления Тренироваться можно начинать Только не в полную силу, конечно Ну всё Давайте про дебаты Итак Значит Ну чё, посмотрели дебаты? Субкликните что-нибудь Если дебаты посмотрели Как вам? Это Шоу? Шоу? Да Однако В общем я, короче, полностью Но освещать не буду Это событие Тут Комментаторов И без меня Дофига Я Расскажу Про двух Значит Людей Ну, может и Немножко затрону ещё кого-то Которые Кандидаты В президенты Первое Это Главный До без кавычек Кандидат Который Чё-то на дебатах не был А теперь А теперь Сразу Кому почему не Ну, вы Видели, что был вообще За Шоу И это было бы нормальное На самом деле Выступление Это было бы нормальное Мероприятие Хорошее Если бы там не было бы Петухов И павлинов Которые делали Одного павлина Особенно Который делал это всё И Воспратил это В Гротеск И тупой фарс И который был Вот на мой взгляд Я понимаю, что Вот всё больше Что это просто Засланный казачок Вот Прямо реально Засланный казачок Который Не справляется Теперь со своими задачами Которые были Превозложены на него Вследствие того Что появился Грудинин Который там Оттянул Я говорю про Жириновского У него не получается А ему надо Как-то Выслуживаться И в итоге Он сейчас просто Занимается Тем, что Заматирует И дискредитирует Вообще Всю идею Вот таких Вот Дебатов Его поведение Это просто Приющее Безразие Ну Это образец Хамства Свинства Чванства Беспринципности И Просто Безобразие Вот Жаль, что нельзя Выгонять людей За неприличествующее Поведение Таких людей Даже вот по другим По аморально-экономическим Принципам Просто нельзя допускать В кандидат Вот именно по таким Принципам даже Он просто Реально Пытался Превратить Все дебаты В Такой В Ну Клоунаду И Глупую Разборку В Базар Вот так вот можно сказать Именно это его была Главная задача Превратить дебаты В базар И В связи с этим Когда спорят люди Умные И дураки То Люди со стороны Не увидят между ними Разницы А он просто тролль У него нету никаких Аргументов Ничего Абсолютно Полная фигня Он просто троллит И пытается вывести Нотопонентов из себя Выбешивает их Что называется Вот И все И основная задача Если это получается И даже если это не получается А он там рет То все видят Какова цена Реально этого мероприятия Какова его важность И что оно из себя представляет Если это представляет из себя церковь И лаунаду То это завышает Главного кандидата Вообще надо всеми Который там отсутствует Он типа не скатывается До этого скотного двора Который там орет Что-то блеет А он такой вот Небожитель выше всех И все нормально А Его подручный этот сам епес Все превращает в балаган Во! Балаган Не базар А балаган Вот это реально Вот так вот это вот реально Все и выглядело У вас есть другое мнение? С удовольствием его Вот послушаю В общем короче говоря Одно то Что это К чести сказать Соловьев пытался Вести себя В кои веки Достоин Ну потому что С него сняли задачу Ему нужно было просто Быть нейтральным рефери И даже не рефери А нейтральным наблюдателем Таким просто конферансье Вот Вот И даже наоборот Ему нужно было Пытаться показать Все Вот Ну Правильность Мероприятия Его Солидность Все как бы выставить То что все проходит так Как надо И то что это сами Кандидаты превращают Все это дело В какой-то фарш Нету предвзятого мнения Что человек Они сами там между собой Цапаются А я тут навожу порядок В общем это Очень хорошо разыгранный спектакль Который вот Имел одну цель Все Превратить в Балаган К чести и достоинству Это Грудинина Можно сказать что он Конечно Не знаю где он брал уроки Своего Сценического и ораторского Мастерства все таки Но он умеет себя вести Вот это вот конечно В кругу таких вот людей Это просто Как Жириновский имеется ввиду Вести себя так Это просто Высший пилотаж Я уверен что Никто не сумел бы даже Никто не сумел и там И не сумел бы главный кандидат Даже приблизиться рядом В умении Выступать На такого рода дебатах С таким контингентом Это просто Экстра классный человек В этом плане Да По поводу инцидента Собчак И Жириновского Опять же он Жириновский Раскачивал Да Значит лодку во все самые стороны И конечно ему Было легче всего Раскачать в сторону тех Чтобы это было легче Публике проглотить Но и в то же время Чтобы был как можно больше Скандал Вот Он знает что Собчак Вызывает у абсолютного Большинства Взрослой публики Отрицательное Такое Как бы Ну Восприятие Вот Только у Либерально настроенной Общественности И даже я бы сказал В том числе И интеллектуалов Она вызывает Симпатии Несмотря на ее Прошлое И все такое Вот А большинство против И поэтому его Нападки были направлены Четко на нее Но она Она Тоже к счастью сказать Умеет себя вести Она молодец Вела себя Нескандально И все Даже когда она Плеснула ему В лицо Воду Это было Не истерический жест А вот Прямо реально Это выглядело Как жест направлен на то Чтобы Похолодить истерику Другого человека Опять же И это и в силу того Что рядом находились Мужчины Которые позволяли В общем то На самом деле Этому петуху Выступать Ну петуху Не в тюремном Имеется ввиду Это в смысле Я не пытаюсь Унизить человека Там Какими-то Блатными Жаргонными Смысловами Нет Имеется ввиду петуху В том плане Что он себя ведет Как петух Бойцовый Наскачивает Напрыгивает Распушает свой Хвост Это хохолок Там Как трухтан Ну вот так В общем короче говоря Вроде как Вот много перьев Там много Криков и кукареканья А толку никакого Вот Такой бойцовый петухан Вот короче говоря Вот так вот Она молодец Охолонила его пыл Сделала это спокойно С улыбкой Без истерики Она просто молодец В этом плане Да Ее роль конечно сложно Понять в полной мере Она изначально Роль ее проигрышная Но Я Уверен в том Что она себе На этих мероприятиях Делает На будущее Хороший задел И серьезное И политическое такое Лицо С ней Будут считаться Совершенно по другому В скором времени Она Явно показала Что она Умеет И она фигура Просто Она этим не занималась За ней Ничего не стоит Такого Кроме Нескольких мероприятий Которые были С Немцовым Которые были На Болотной С Навальным Там в том числе И все такое прочее Но Не хватает Пока Не хватает Пока Я сказал бы даже Что ей хватает Зрелости Политической Но ей не хватает Зрелости Как сказать Даже Не хватает Степени готовности Реальной Чтобы быть Большим реальным Политикам То есть Не хватает Немножко школы Вот так вот Зрелости Хватает Школы Немножко не хватает Хотя на самом деле Вот я говорю про Грудинина Откуда У того школа Вот вроде неоткуда Да А вот тем не менее Готовые Но у него Школа другая У него школа Управления реального Да Непосредственного Работы с людьми В управленческом секторе Все равно это сказывается На харизме Это вылезает Обязательно Каким-то образом Таким Что это становится Видно И это Вот Ну и конечно Еще Женщина Вообще В США Еще не готово Общество В полной мере Было принять Ту же самую Хилари Клинтон Да Женщину президента Аж в России И подавно При всей нашей При всем Нашем стремлении К толерантности Какой-то там Якобы Гендерной В том числе Вот Ну ладно В общем короче говоря Про Жириновского Я просто вообще В экстазе В негативном От его поведения Просто это Изжил себя человек Вот полностью То есть это была Лебединая песня Понятно Шесть лет еще Через шесть лет Неизвестно Что там останется От него Он уже в настоящий момент Себя дискредитировал По полной программе Как только можно Ничего из себя Не представляя Здесь это Просто игра Бабанк Он должен был Оттянуть Большое количество голосов От КПРФ Как обычно это бывает По заданию Кремля Скорее всего С этим не справился И теперь вот Он пытается просто Ну занимается Реально Галимым саботажем Четким таким Пытаясь Все превратить В балаган Всю предвыборную гонку Спустив На свой уровень На уровень Собственного Идиотизма Всех депутатов Которые Не депутатов А кандидатов Участвующих с ним В дебатах Вот так это выглядит По-другому По-другому никак И не сказать То есть Как же говорят Да Не спорь с идиотом А то люди не поймут Между вами Разница Он Просто Ну спустит вас На свой уровень И там задавит опытом Вот Здесь это вот Действует В пол Абсолютно Пытается Стащить людей На два уровня Ниже чем они Есть Хотя Если честно сказать Он сам далеко не дурак В свое время Даже Симпатизировал ему Ну это было давно Я прочитал много Его трудов Ну Исторических И политологических Мне в общем-то Даже Нравилось У него много было Задавая мысль Интересные вещи Он это безусловно Говорил Писал Но сейчас Это просто Отстой Он Он И сейчас Из политика Превратился В актера На политическом поприще В актера На политическом поприще Я повторяю Я это Специально повторил Два раза Чтобы Осмыслить Это было Смей проще Не представляет Уже Никакую политическую силу Я В моем окружении Вот знаете Я Топилирую К собственному опыту Потому что Когда производят Всякие Соц опросы Там Пятое Десятое Все время Это какие-то виртуальные люди Да Безусловно Там Выборки какие-то проводятся Но Они Настолько Разнятся В целом Проводим свои Опросы И по ним Рейтинг у одних Кандидатов такой У других Берем Сайты Где проводятся тоже Выборки большие Даже больше чем В ЦИОМ Но нахват По нескольку десятков тысяч Надо человек Совершенно другие данные Абсолютно Ведь вопрос же Все Как вопросы задавать Это раз И среди кого проводить Эти все Свои выборки Так вот У меня свои выборки Я Обычный человек Да Я живу в обычном Областном центре Город Иваново Да Я вижу людей Я хочу сказать вам так Я Вот просто говорю то что я Я наблюдаю Среди моего Ну Сколько окружения Среди Сотен людей Которые Регулярно Вокруг меня Значит Присутствуют Я не знаю Ни одного Человека Ни одного Кто пойдет Голосовать Верим Может и Верим Кто хотел бы Проголосовать За Путин А Среди тех Кто Кого Знают мои Друзья Кто Пойдет Голосовать За Путин Люди Пойдут голосовать По какой-то непонятной Скажем так Инерции Или почему-то еще Почему Потому что Их рассуждения Сейчас полностью поражают Логичностью своей В каком ключе О том что Вы довольны тем что есть сейчас Вот как вот То что идет кризис там То что вот Рубль дешевый То что непонятно в какую сторону Будем двигаться То что постоянно Мы находимся в состоянии Войны Находимся в изоляции 50 Нет Нам это не нравится Все говорят Не нравится А вы согласны с тем Что Внутренняя политика России Прежде всего Связана с тем Кто Управляет Ей и принимает Решение Да согласны Хорошо И последний вопрос За кого Вы пойдете голосовать За Путина конечно За кого же счет А кто еще Все Понимаете Ну вот Можно Проводить Вот таким вот Домразовым соцопросом Но только что Выявляет он Он выявляет Ну это логичность Мышления людей Вот для этого Такой соцопросом Годится Да Все Вот Так вот я говорю Среди моих знакомых Нету никого Кто Кто хотел бы Проголосовать За существующую власть Потому что Для них она Олицетворяет То что Происходит сейчас И Как эти же Самые люди Будут пытаться Следующие 6 лет Значит Решать Те проблемы В которые они Загнали свою страну В предыдущие 18 Ну вот Людям это непонятно Непонятно Вот Вот Это первая составляющая А вторая непонятно То что Все таки попрание Многократный Конституции И нарушение Всякой предвыборной Самой борьбы Уже само по себе Вызывает Противодействие Какое-то Умственное Ментальное То есть Даже Не вникая В суть происходящего В предвыборные Компании В программы Очень много Людей просто Из-за несправедливости Уже Отторгают Существующую власть Потому что Они видят Несправедливость Ее борьбы Незаконность Ее методов И нарушения всяческие Ну вот Таким вот образом Все это дело происходит И второй момент Точно так же Абсолютно Никто Ни А здесь я вообще Ни одного не знаю Человека Кто хотел бы проголосовать За Жириновского Никого Вообще То есть Все Его песня спета На политическом поприще Это Труп Зюганыч В этом плане Просто молодежь Он себе При любом В раскладе Создал Некий Рестайлинг Вот прям Реально Рестайлинг Он себе продлил Реально политическую жизнь При любом раскладе Чего бы то ни было Он себя подсвежил Жириновский себя убил Это просто политический труп Надо сваливать мужику конечно И все Нельзя так больше Это просто Из ряда вон Из ряда вон Ну ладно Короче говоря Я уже подъезжаю На свою тренировку Мне очень интересно будет То что вы напишите Какие вы дадите комментарии этому Я еще раз говорю Вы можете быть со мной Абсолютно не согласны Абсолютно не согласны Не работает терминал Гостевая парковка не работает Терминалы замерзли Пипец Вот так вот живем Терминалы замерзли Гостевая парковка не работает Охренеть можно просто Блин Что творится Да Вчера точно так же приезжаю В частный Ну в элитные Значит комплекс Где провожу персональные тренировки Там тоже все замерзло Все эти Ворота Которые там автоматически Раскрываются Все замерзло Ни хера ничего не работает Все Вот там все раскрыто стоит И здесь тоже все раскрыто стоит В общем-то на самом деле О Ни хрена Ага Вот Здесь листечка Здесь листечки Так Не хочу ставить так Чтоб людям мешать Конечно можно Вот По-моему Туда Можно хвататься Не знаю Мне удобно Не нравится Ох Смотри Это просто что-то Какая-то Жопа какая-то Творец Ох Ох Вот еще хорошо Что при таком Приморозе Снег не выпал Если бы Если бы еще бы и снег бы выпал То это было бы Я не знаю вообще Что бы это было бы Можно было бы из дома вообще не выезжать Да Сейчас развернусь обратно поеду Угу Друзья Обязательно заходите на канал Кухонный философ Вернее на мои сообщества в социальных сетях Которые называются Кухонный философ Заходите в любую соцсеть из самых основных Известных Таких как ВК Фейсбук Одноклассники Мой мир на mail.ru И Там Находите Просто набирайте сообщество Кухонный философ И вы его найдете Обязательно Вот Это мое Сообщество Скорее всего это видео Оно появится и там Оно появится опять же и на ютубе тоже в плейлисте Кухонный философ На моем Лайв канале Скорее всего оно появится в подкастах за рулем Есть у меня такой Раздел Называется подкасты за рулем Вот там скорее всего это и Не скорее всего а именно там это и будет Так Все придется все таки ставить машину сюда Другого варианта нет Ну что ж так и сделаю Сейчас Заеду сюда задом Ах Как Ну что, все, друзья Пошел я По делам